Корзина добра Мы будем брать интервью у Илона Броневицкой, спросим про приюты, про ее деятельность. Мы напишем статью либо в Видновскую газету, либо в инстаграм нашей школы. Илона Броневицкая не только руководитель приюта, но и советник губернатора Московской области по вопросам регулирования численности безнадзорных домашних животных и гуманного к ним отношения. Она рассказала ребятам, что всегда мечтала создать дом для бездомных животных. Однажды певица узнала, что существующий приют в булатниковском поселении на грани закрытия и решила ему помочь. С тех пор, вот уже 10 лет, она им руководит. Сейчас здесь ждут новых хозяев 500 собак. Приюты нам нужны. Они нужны везде. Потому что часть собак с улицы должна попадать в приюты, часть стерилизованная с клипсой должна возвращаться. И тогда, ну как бы в балансе, эта вся проблема может решиться. Потому что те, которые останутся на улице, не будут размножаться. И они так, ну, уйдут. Называется метод старения старой. А те, которые попали в приюты, мы стараемся, чтобы они пристраивались. У нас нет никакого закона, который регулировал бы наше сосуществование с животными. Он есть в Таиланде, он есть в Грузии, он есть в Украине. Естественно, в Германии и Франции там везде есть, а у нас нет. То есть у нас, по идее, никто не понимает, что можно делать, что нельзя. Убивать можно. Там что-то есть. Вот сегодня в Государственной Думе, по нашему 17-летнему ожиданию, и сегодня у нас во втором слушании слушается закон об ответственном обращении с животными. И мы очень все волнуемся. Многие школьники не в первый раз помогают бездомным животным и считают, что приютов должно быть гораздо больше. У ученика 10-го класса Владислава Сусоева дома живет 12 питомцев, многих из которых он подобрал на улице. Я как-то приносил домой маме котят, которых нашел в коробке, да и собак каких-то там, знаете, непородистых, конечно, но приносил, выхаживали их. Вот некоторые до сих пор с нами живут в приют и не сдаем. Это наши братья меньше. Помогая им, мы сами становимся добрее. И, естественно, нужно помогать всегда. Потому что этим собакам сложно выжить. Холод, нет еды. Мы должны заботиться о них. Надо им помогать, они достойны этого. То есть их нельзя просто-напросто выкидывать. Сперва брать их себе, а потом выкидывать, как мусор. Напоследок Илона Броневицкая еще раз поблагодарила всех за помощь приюту и пригласила в гости. Ведь животным необходима не только еда, но и внимание, и просто доброе слово. Екатерина Борисова, Владимир Бижонов, Елена Кошлева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова